Больше не надо ехать в Великий Устюг, чтобы увидеть настоящего волшебника. Все они здесь в резиденции на городской площади. И да, вы не ослышались, он не один, их сразу несколько. Ответственный в течение нескольких недель за новогоднюю сказку команда главы города. Угадаем, кто сегодня дарит волшебство детям. Привет, а ты уже была у Деда Мороза? Да. Что я ему рассказывала? Там вообще как волнительно? Нет. Не волновалась? А до этого дедушка уже видела? Да. И что, этот дедушка похож на того, которого ты видела или постарел уже со временем? Похож. Дедушка Мороз видел тебя на фотографии. Ему она очень понравилась. Твоя мама прислала. И я приготовил для тебя особенный подарок. Даже два. Глава города сделал у себя анонс конкурса. Нужно было прислать любую новогоднюю фотографию ему в Телеграм или ВКонтакте. Я прислала одну единственную, которая мне больше всего нравилась. Там, где Ульяна в форме балерины. Эта фотография получила приз родительских симпатий от главы города и его супруги. Снег мы упадем. Встанем, отрекнемся и опять пойдем. Да, молодец. Давай, давай, хип-коп. Пошла жара. Нам говорили, что его не существует. Кто вам это сказал? Родители. А кто это тогда сидит здесь? Человек переоделся. Сегодня желание самое заветное. Вас? Собаку. Ты хочешь собаку? Родители не покупают. Родители Сабины, купите ей собаку. Расскажи нам, какое желание так точно быстрее сбудется? Я хочу, чтобы мне подарили вещи, которые я уже хочу заказать. А ты уже нашла, что надо заказать? Осталось только заказать. Да. Ну, думаю, будет несложно. Хорошо, что не кошечку и собачку. Ну что, догадались, кто скрывался за седой бородой? Нет? Дам вам еще время. Да это же был глава города Андрей Воронов. И стихотворение у детей спросил и песни, спел и даже вместе с ними станцевал. Никто не ушел без подарков. Если вы еще не были в резиденции Деда Мороза, не переживайте. Она работает до 8 января. Штатные дедушки дежурят с 17 до 18 часов. Только не забудьте, что 31 декабря, 1 и 2 января у волшебников, как и у нас с вами, выходные. Так что у вас будет время подучить стихотворение и вернуться за сладким подарком. Милана Федорова, Виктор Едленко, информационное агентство «Импульс Севера». Милана Федорова, Виктор Едленко, «Импульс Севера»